Всем привет на моем 84 стриме. Продолжаем проходить игру Lost Odyssey. Это тринадцатая часть. Так, я так давно не играл, что уже не помню, какие здесь нужны настройки звука. Ну, по-моему, здесь... Ну, в общем, если сейчас игра будет там громко-тихо, то пишите. Чатик не включаю, потому что мы начинаем с прочтения двух тысячелетних снов, которые я не прочитал на прошлом стриме. Я, наконец-то, нашел в интернете эти сны на английском языке, но все равно это лучше, чем ничего, поскольку теперь я просто их могу кидать сразу в гугл. Ну, я думаю, перевод пойдет чуть побыстрее. Привет, Тор! Здесь, кстати, да, отдельная менюшка есть для чтения снов. Не обязательно саму игру загружать. Но, правда, они должны быть, естественно, открыты в сохранении. Итак, сон у нас... Кстати, мы где-то пропустили один сон. Ну, в смысле, не то, чтобы один, но много пропустили, но тут мы уже более-менее регулярно их собирали и все-таки где-то пропустили. Сон у нас называется The Story of Old Man Greo, то есть история старика Грео. История старика Грео. Старик Грео был известен как лучший сапожник в стране. Его ботинки были легкими, как кожа. Нет, стоп, это что-то гугл уже напорол. Просто легкими. А, нет, хотя фэзер. Стоп, странно. Ща, ща, ща. А, то, равно бывает. Странно. Ну, в общем, ну, вообще ботинки были очень легкими, а... И жесткими, как сталь. Они были так же дорогие. Три раза дороже, чем все остальное на рынке. Люди, которые... Которые не знали его репутацию. Были очень потрясены услышать... Что он ему говорил. Ну, то есть, еще раз. Люди, которые не знали его репутацию, были потрясены услышать, когда... Когда он ему говорил. Старик должен делать свою обувь для собственного удовольствия. Конечно... Это был не тот случай. Он стал учеником ремесленника в... Ну, в детстве. В раннем детстве. И всякий раз, когда он узнал... Всякий раз, когда он... А, обучал еще один новый навык мастера. Он, ну, становился все более талантливым сапожником. Прежде чем... Прежде чем... Он это узнавал... Ну, то есть, новый навык, да? Он обна... Что-то не понял сейчас. Перед тем, как он узнал это... Он обнаружил... Что... Делает обувь для... Внуков своих первых клиентов. Не понял, узнал что, вот если честно. Ну, вот так вот здесь так и написано. Грео был... Настолько... Умелым, что он мог... Сделать любой вид обуви, который заказал клиент. Но... Но лучше всего он себя мог... Показать и наиболее сильно любил... Это... Путевая обувь с толстой подошвой. Все его... Клиенты соглашались. После того, как вы попутешествуете в обуви старика Грео... Вы не можете носить... Ну, что-то другое. Некоторые... Сказали бы... Вы знаете, что это такое? Я... Носить свои ботинки... Носить свои ботинки... Носить свои ботинки... Сейчас... Сейчас... Вы знаете, ну я сейчас, ладно, перевожу как есть, просто не очень понимаю смысл, поэтому ступорюсь Вы знаете, что это такое, носить свои ботинки Вы не устаете А, ну вы не устаете на пути, вы просто хотите продолжать идти так долго, насколько вы можете Вы почти Я сейчас опять не могу понять Типа вы уже не хотите добраться туда, куда идете Странно Он был настоящим мастером Тем не менее, старик Грео редко говорил своим клиентам Ну, в смысле, разговаривал с своими клиентами И он мог быть совершенно недружелюбен Ну, не знаю, немножко как слово правильно комплименты Ну, в общем, занятый своей работой У него нету Так много улыбок Нет Ну, типа, он не может, не может, не имеет возможности улыбаться, вроде бы, я так понял Возможно, не точно Вместо этого, он бы Он бы поставил еще один кусок загорелой кожи на его деревянную обувь Ну, в общем, вместо этого, он лучше еще одну там Да, короче, займется работой, вместо того, чтобы на улыбку тратить время Я так понял, смысл этого абзаца Игорь, весь в работе Типа, что тут еще улыбаться? Некогда вообще Единственный раз, когда А, единственный раз, когда старик Улыбался Это когда клиент посещал его мастерскую, чтобы сделать заказ Не то, чтобы он был в восторге, когда получал заказ А, так, сейчас это уже другая Не то, чтобы он был в восторге, когда получал заказ Ему больше всего, ну, нравилось то, что Когда клиент приносил ему пару обуви, которая изжила себя Ну, износилась Он будет смотреть с любовью на изношенный низ подошвы С распадающимся верхом И он будет, на самом деле, говорить с ними Вы сделали, ну Вы проделали хорошее путешествие, я вижу Его постоянные клиенты никогда не выбрасывают Самые старые ботинки Потому что они знали, насколько он наслаждался этим Они не будут делать ничего такого глупого Как очистка обуви перед передачей их старику Он хотел их прямо с дороги Покрытые грязью Окрашенных маслом И вонючие от пота Не знаю, как перевести стенд инс Но гугл перевел, как эти ребята мои дублеры Поверим Хотя я просто не очень смысл понял тоже Он скажет это Выбирая почетное место для них в своем хранилище Они занимают мое место на дороге Ты знаешь Они сделали свою работу Я очень не хочу выбрасывать их только потому, что Потому что Сейчас Они, ну, они больше не хороши Как-то так Гордый мастер, каким он был Старик Греу никогда не носил свои собственные ботинки Он не мог бы носить их, даже если бы он захотел Его Не понял Его ноги Ушли с колен вниз А, ампутированные Понял Гон Отсутствует То есть Ниже колен У него нет ног Страшная болезнь Страшная болезнь напала на его кости Когда он был еще очень молод И ноги были ампутированы Чтобы спасти жизнь Старик Жил свою долгую жизнь в инвалидной коляске Он ни разу не покинул свою родную деревню Это было То есть Именно это он имел ввиду Когда говорил, что его ботинки Сделали путешествие для него Давно не виделись Старик Греу говорит Не отрываясь от своей работы Кайм шагнул через порог Пристанился спиной к двери А, не-не-не-не Это про Греу Он спиной сидит к двери Но Он может сказать по звуку Стоп Стоп Что это Постоянный клиент вошел в магазин Его магазин Вы пересекли пустыню? Кстати, забыл переключить Звук рассказывает ему Как изношены ботинки И где они были Старик Греу является мастером Первого порядка Это была ужасная поездка Кайм говорит С мрачной улыбкой Садясь на стул в углу магазина Когда старик Греу Находится В завершающей стадии Производства обуви Почти ничто не может Заставить его прекратить работу Так как Ну, это все знают Его постоянные клиенты Мои ботинки Были хороши В этот раз Они были великолепны Я не мог бы Это То есть Никто Сейчас еще раз Я не мог бы Ну, получить Их Ни от кого Другого Такие Это хорошо Сейчас Я не мог бы а в голосе старика нету нисколько радости что исследовала ожидает грэу особенно и вот слово курт что-то не станет перевелось и я тоже не знаю его значения ну видимо особенно напряжен или что-то такое когда он работает если каем хочет увидеть улыбку старика ему придется подождать немного пока он не протянет грэу свои старые ботинки во время перерыва работы ты хочешь заказать новое да где где в этот раз на севере скорее всего океан горы вероятно гуляя по берегу не знаю в какой здесь формы гуляя или гулять волкинг для борьбы возможно старик грэу сигнализирует свое понимание с быстрым кивком он ничего не говорит некоторое время единственный звук мастерской происходит от деревянного молотка грэу каем передвинулся чтобы услышать это как старые добрые времена он заказал любое количество обуви здесь не очень понимаю как это так можно значит заказал любое количество вы еще до того как старик взял получил этот магазин каем является одним из старейших клиентов старика грэу другими словами он является одним из немногих кто выжил и снова отправлялся размахивая молотком и а и говоря в коротких отрывках на перерывах старик рассказывает кайму о гибели некоторых из его постоянных клиентов некоторые заболели и умерли по дороге другие погибли в результате несчастных случаях и немало были убиты в бою тяжело когда только обувь возвращается каем кивая в тишине один молодой человек умер несколько недель назад он был одет в первую пару обуви которую я сделал для него подошвы были едва сношены расскажи мне о нем знаете вы слышите все это время листья а он покинул его родной город хотел жить где где в каком-нибудь захватывающем месте родители пытались остановить его но он пошел в любом случае я удивлен что он мог позволить себе обувь от вас родители купили их грустно не так ли они дают их мальчику всю эту любовь и заботу а он едва повзрослев как сразу говорит что собирается уйти из дома они наконец сдались и приняли решение отпустить его ну они по крайней мере могли дать ему пару моих ботинок как прощальный подарок менее через месяц он вернулся в качестве трупа но я не знаю родители в наше время а сейчас не помню немножко не помню как это перевести они постят их детей это так чертовски глупо Грео рычит Кайм знает что чувство старика глубже чем это чем эти старик Грео это такой вид мастера который будет спешить чтобы сделать новые ботинки на похороны печальному младому человеку который спустил дух а его мечтой было его мечты были только наполовину закончены а у он надел на ноги молодого человека в гробу и молился что он на ноги сможет пройти весь путь на этом, ну, в них последний путь. Немножко тавтологии, обычно, ну, понятно. Грео замолкает снова и работает своим молотком. Каим замечает, как таким согнутым и сморщенным стал старик. Он известен ему долгое, долгое время. Эти дни закончатся достаточно скоро. Каим думает об этом с болью в груди. Старик Грео наконец достигает отметки в своей работе, где он может повернуться лицом к своему клиенту. Это хорошо, что ты вернулся, Каим. Его лицо покрыто морщинами. Каим понимает снова, сколько ему уже стало лет. Откуда ты приехал, говоришь? пустыня. Забыл попереключать. Забыл попереключать. Правильно. Правильно. Я думаю, ты мне сказал об этом раньше. Каим качает головой. Старик, кажется, теряет свои способности к концентрации, когда он не работает. И его память иногда шаткая. Мало-помалу, но безошибочно. Старик Грео тратит все больше времени, дрейфуя в пространстве между мечтой и реальностью. Люди стареют и умирают. Справедливость этого всего всего слишком истинно это и, наверное, очевидной судьбы поражает Каима с особой силой, когда он завершает долгий путь, долгое путешествие. Тор, да, как будет каждый сон говорить, наверное. Ну, понятно, его это же беспокоит, ну, как бы, мучает даже. То, что он бессмертный, а другие нет. Итак, вы снова выжили, я смотрю. Хотя я не уверен, что я сейчас правильно перевел, но вроде так. Каим смотрит на него с напряженной улыбкой. Вы что, забыли? Я не могу умереть. О, я предполагаю, что я знал, что я никогда не старею. Не постарею. Я так же, я такой же, как и когда мы встретились первый раз, не так ли? Старик смотрит на мгновение ошеломленно. О, я предполагал, что я знал это тоже, говорит он, кивая неуверенно. Конечно, вы были ребенком тогда. У вас только что была болезнь, и ты потерял ноги и плакал в течение всего дня. Это верно, я помню. Вы называли меня большой брат Каим и играл с моей старой обувью, помнишь? Да, конечно. Привет, Снап. Грео говорит с уверенностью сейчас. Сейчас, минутка. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, я бы тоже так поспал Подошвы Людей, они должно быть Они должно быть выглядели Просто как Старые обувь готовы Ну Готовы выбросить на мусор Но для меня Они были Сокровищем Я помню Как Ну Проводил своим пальцем Через слой дорожной пыли Которая покрывала их И пытаясь Представить Где они были Я наслаждался Этим очень долго Я действительно Наслаждался этим Убывь Кайма была Первой, которую Получил старик Грео Когда только начинал Быть сапожником Это было все Благодаря тебе Кайм Если бы я Не встретил тебя Я бы всю жизнь Проклинал свою судьбу Вместо этого Я был счастлив Теперь я счастлив Даже если я не могу Оставить эту мастерскую Мои сыновья Могут путешествовать Для меня Это У меня была Счастливая жизнь Он делает паузу Ну Сделал Грео Что Я просто Снап Мне неудобно Читать английский текст Потому что я же Читаю с гугла Поэтому Я не вижу Как там в оригинале И Мне сложно понять Что здесь ошибка Если Конечно тут не очевидная Какая-то Бред написана Такое бывает Тогда конечно Я уже понимаю что Надо Как то перефразировать Вот Ааааах Выбился Так А, так, он сделал паузу. А, ну, теперь... Послушай... Не понял... Послушай меня, как... Я буду говорить... Бурю? Что? Я чуть не пойму. Ну, ладно. Так... Кайм с Грео общается, он его первой по робови и своей мастерской запилил. Ныне мастерскую детям отдает Эбастард. Теперь приёл Грео... Получил бутцы от кого-то. Не-е-е-е, почему? Да не-е-е, ты чё, я сказал, что именно... Он первую пару робови сделал для Кайма. Ну, ладно, это последнее предложение я не понял, но оканчивается оно... Значит, Грео говорит со смущённой улыбкой. Он... Пожимает толстую руку Кайма. Всё правильно. Дай мне моих сыновей, говорит он. И Кайм вручает ему изношенные старые ботинки, которые он принёс с собой. Старик гладит их нежно и говорит со сдохом. Со сдохом. Вы прошли через многие сражения. Я был наёмником некоторое время. Я знаю это, говорит Грео. Я чувствую запах крови. Все ботинки, которые... На всех ботинках, которые ты... На которых ты путешествуешь... Как эти... Ты сердишься? Вовсе нет. Я просто рад, что ты... Вернулся... Из этой... Последней поездки... Одним куском. Ну, невередим, да. Я уйду снова... Как только... Вы сделаете мне... Новое. И ещё одни для... Для... Для этих поездок. Для войны. Угу. И как... И когда это путешествие закончится... Эээ... Ты придёшь... Эээ... Ты придёшь... А, ну, ты... Пойдёшь на... Другое? Наверно. Как дол... Эээ... Как долго ты сможешь... Держать это... Ну, держать... Ну, в смысле... В общем... Как долго это будет продолжаться? Единственный... Ответ Каема является... Мрачной улыбкой. Навсегда. То есть, вечно. А... Сейчас... Отправим это... Нет слов, чтобы... Сказать... Что-то вот... Лайт... 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 Не пойму... В общем, сказать... В присутствии кого-то, что... То есть, на лицо Каема... Мегасто... Так... А... не могу это предложение перевести что-то нет слов чтобы сказать в присутствии кого-то что он у него было мало времени а это не те слова что так просто сказать в присутствии того кто живет гораздо меньше времени спасибо снаб но это жесть это даже по-русски звучит как-то не то слово но все равно закрутили ну что ж не берите в голову говорит старик повернувшись спиной к ему и продолжил свою работу подождите подожди три дня ты сможешь ты сможешь уйти утром на четвертый день хорошо это было бы хорошо когда мы встретимся следующий раз после этого два года может быть или три это может быть немного больше по времени в самом деле ну тогда это может быть последняя пара обуви которую я сделаю для вас для тебя ну я предполагаю что он на ты наверно все таки каем полагает что это будет старик вероятно проживет еще три года каем очень хочет чтобы это было не так но одним желанием ничего не сделаешь только те кто имеет есть на жизнь знают что именно поэтому время которое человек живет так драгоценно скажите к скажи каем это звуки игры ну вообще-то это он делает обувь своим молотком там об этом говорилось ты просто не не сначала пришел снаб так скажи каем что а если я сделаю что и по что если я сделаю вторую пару обуви из того же куска кожи чтобы соответствовать соответствовали вашим но твоим новым они будут для себя он объясняет для размещения в гробу для последнего жизненного пути я хотел бы этого старик размахивает молотком вместо того чтобы поблагодарить его звук далеко печальнее и одинокий чем обычно если подумать об этом хотя каем обязательно вернется в этот город даже после моей смерти предложение предлагаю что я могиле я сделаю я выполню это я хотел бы сказать что я буду идти в рай на шаг впереди у тебя и ждать тебя там но в том случае это не работает нет к сожалению кого это бесконечное путешествие счастливая несчастная наверное несчастная кайм отвечает но его голос утонул восходящим звуки молотка грео пока он не не потерялся даже в собственных ушах на принеси свои старые ботинки на могилу он но примерно так и понял но не смог сформулировать старик грео достиг конца своего полного диапазона лет но это google написал не знаю как по-человечески сказать вскоре после визита кайма к его магазину поскольку грео не было семьи его могила на кладбище на окраине города было на попечении его многочисленных сыновей соответствие с его пожеланиями его постоянные клиента предложили положили свои старые ботинки на его могилу обувь кайма была среди них слова начертанные на его могиле были выбраны самим грео он объяснил свой выбор кайму так я бы сказал что так запал переключить я бы сказал что слова каждого а слова каждой новой обуви который перед тем как я передавал их заказчику я всегда говорил их клиенту а встретил окончание суетней вскоре так сейчас тут немножко непонятно я всегда говорил их клиенту тоже у меня никогда раньше не было опыта хотя по слухам кто-то сказал слова для меня вот почему я хочу чтобы они были на моем могильном камне это слова которые я хочу чтобы провожали меня на моем пути к небесам несколько так несколько десятилетий проходили мимо даже протекли мимо не только старик грео но все клиенты которые знали его уже давно покинули мир единственный кто до сих пор приходит освидетельствовать свое почтение является кайм он больше не носит обувь которая была сделана стариком как как и жизнь человека жизнь по робове не может быть вечным вечный тем не менее кайм приходит в город в начале каждой поездки касаясь лбом к земле у могилы старика надгробие покрытым хом но слова выигрывали на нем как ни странно до сих пор хорошо видны может ваше путешествие будет хорошим это были слова которые старик всегда говорил когда он произнесенные его ртом они могут быть бесцеремонными но они всегда взимались чувством конец такой вот сон такой вот сон кайма это был первый сон следующий сон сон сет часть 2 он нам приснился когда мы а тогда рассказываю снап что было на прошлом стриме ну и всем кто может быть еще кому то интересно хотя вряд ли значит в предыдущем стриме мы начали с того а мы попали в город наман а не саман да саман там ну снап ты помнишь наверное на чем закончился пред предыдущий стрим там такой город какой то странный все в ком то тумане и какое то все очень странно и люди как то себя странно ведут в общем ну это походил выяснилось что да 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 какой то странный город там почему то куклы вроде как то ли ожили то ли непонятно там одна на качельке качается вот в одном доме там вообще мужик сидит разговаривает с куклой а жена говорит типа ну хз вообще он что то поехал вот ну я в принципе пока что не выяснил причину но все говорили что рыбы рыбы у которых появились ноги замечены ну то что они вышли из моря типа ну как в виде монстров да и там вроде даже на корабль на суда нападают и ну типа никто не знает почему ну я нашел там а там осталась только одна лодка одно судно эээээээ которая ну такая небольшая в принципе лодочка ну в общем и там как раз собиралась команда ну это экипаж в плавание в море забыл как это называется что-то западное какое-то море ээээ как раз таки узнать что же там такое почему вот такое происходит И, ну, мы, как бы, решили поплыть с ними, потому что, ну, надо тоже выяснить. И, к тому же, мы не можем дальше пройти, потому что запечатан вход в эту гору ледяную. Вот. Ну, поплыли, как раз-таки, с ними. На нас напали эти, какие-то вот эти существа в море. Напали вот эти существа, ну, это босс был, как бы, да, игровой. Ну, победили их, и тут сет как раз-таки приснился сон. А, еще там на горизонте все так ярко светилось, как будто вот эта вот магическая энергия. Вот. И тут сет приснился сон. Почитаем его, потом расскажу дальше. Так. Так. Значит, второй сет, сон сет. Точнее, даже не второй, а часть 2. То есть, это чисто продолжение идет. Я знаю, ты, возможно, ненавидишь меня, Анейра. Или, может быть, как потомок благородного белокрылого клана, ты не питаешь такой вульгарной эмоцией, как ненависть. Добрый и нежный, как ты, может быть, меня простил. Может быть, ты принял, что я сделал, что я сделала, и теперь ты пожалеешь меня за то, что попал в тюрьму-одиночество снова. Но, тем не менее, хорошие и добрые Анейра, я настаиваю на том... Последний эгоистичный запрос. Пожалуйста, ненавидь меня. Пожалуйста, ненавидь меня вечно. Если я знаю, что ты ненавидишь меня, я могу оставаться на связи с тобой. Если я знаю, что ты не простил меня... А... Если я знаю, что ты ненавидишь меня... Этот вопрос вот опять Google меня сбил. Я... А, не, стоп, всё правильно. Сейчас... Если я знаю, что ты не простил меня, то боль мне позволит чувствовать, что ты рядом со мной. Ты смеешься над моей запутанной аргументацией? Тогда... Позволь мне сказать... Попроще. Я одиноко. Я чувствую... Не чувствую... Я боюсь... Вечного одиночества. Этот страх был со мной с тех пор, как я... Убила тебя собственными руками. Девятьсот лет прошло с тех пор, как мы впервые встретились. А... В обычном смысле... Я взяла себе мужа. Ещё более условно... А... В условном смысле, наверное... Ещё более условно, я родила сына. Вскоре... Вскоре после... Того, как назвали ребёнка Сэд... Мой муж умер во время эпидемии. И в его постели... А... Конечно... Я... Поклинала судьбу... Что... Не позволила бы мне умереть. Если бы... Ты не был бы со мной, Анейра... Я бы... Никогда... Не смог... Не смогла найти в себе силы... Эээ... Я бы... Никогда... Эээ... Поднять сет... Не понял... Поднять сет на себя... Это я не очень понял... Эээ... 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 Я так понял... Анейра... Умер... Она говорит... Умер из-за эпидемии. Эээ... 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 Слова... Эээ... Эээ... Слова... Это слова от тебя... Единственного оставшегося в живых... Из крылатого клана... Белокрылого клана... Эээ... Ты так же сказал мне... Эээ... Ты будешь... Эээ... 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 Плачущим признание истинности твоих слов. Не понял, ты пошел с некоторым смущением, тут не знаю, как правильно сказать. Оставь совет мне, я буду обучать его, чтобы он был полноправным человеком моря. Если кто-то посмеет угрожать ему, я буду защищать его с моей жизнью. Каким милым ты был, Анейра, как по-настоящему добрым. Даже сейчас я могу вспомнить беззаботную улыбку на твоем лице, когда ты играл сет. Он был таким хрупким маленьким мальчиком, но вы на ты закалил свое сердце тренировать его строго. И в те дни, когда он... Не понял, cried himself to sleep. Типа плакал перед сном, что ли? Я часто ловил тебя в профиле. Наблюдая за ним во сне, твое лицо приобретает невыразимую нежность. Ну, криво, но... Не знаю, как тут... Более нормально сказать. Как я рад, Анейра, что судьба свела нас вместе. На мою долгую, долгую, бесконечно долгую жизнь я могу заявить, не задумываясь, что ты был моим лучшим компаньоном. Так почему же Анейра ничего... А... Тут я не могу перевести вторую часть предложения. ... Почему никакие события не играют так, как они... Какие они были? Что? А, вот то предложение, смысл был. Ты приучил свое сердце к жестокости, но я видела доброту на своем лице. Только снапы, а наоборот. То, что идет от первого лица, это сет, говорит. Ладно, в общем, это предложение, ну, пусть останется. По сей день я не понимаю, почему. А ты знаешь? Знаешь ли ты, почему эти вещи происходят с тобой? Это то, что я хотел бы знать. Тем более, что... Потому что я больше не могу знать ответ. Я отчаянно хочу это знать. Это случилось 30 лет назад. Я, попрощавшись с тобой и сет, Сделала свой путь. Ну, не сделала свой путь, а это... Отправилась к башне зеркал. Для памяти, которая вернулась ко мне. Миссия... Миссия... Миссия, на которой я приехал... С которой я приехал... С которой я приехал... Мир задачи, которая была послана сюда, чтобы выполнить... Чтобы выполнить... И причина... Которая у меня есть. Воспоминания о тысяче лет... Приведенных в этом мире. Я была пиратом... Который ценит свободу превыше всего. И то, что я наслаждалась больше всего... Живя в открытом море. Именно поэтому... Я была... Так... Миссия... 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 Ладно, не знаю Сейчас, следующее тоже не могу перевести Ну, это было, когда я узнала глубоко в сердце того, кто желает свободы лежит боль отказа от свободы или запрещенность свободы опьянена свободой я не знаю это вот к тому предложению, да? Это, значит, еще раз то предложение, которое exact, true, why именно поэтому я была так опьянена свободой я сама не знаю ну, как-то так это был ты, Анейра, который первым научил меня выражению тюрьма одиночества и это было правдой я была в ловушке в тюрьме одиночества не просто однако а потому что я была заключена в пещере на необитаемом острове для меня, будучи в этом мире не понял не понял для меня быть в этом мире это это и есть тюрьма одиночества, что ли? а, этот мир сам по себе тюрьма одиночества когда я прибыла чтобы понять это я направилась к башне зеркал чтобы вернуться в тот мир, откуда я родом пополняется за счет моих тысячелетних воспоминаний воспоминаний о прож... ну, как сказать то о жизни в этом мире я бы вернулась в мир которому я принадлежала а в башне зеркал он... он ждал Гангора человек с кем я должна была вернуться к моему первоначальному миру вот это поворот у меня не было никакого способа чтобы... не было никакого способа узнать однако... а... что это была ловушка что Гангора... а... что Гангора... ну, типа, готовил мне я никогда не смогу забыть как он стоял там расставив ноги и... эм... 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 перед башней зеркал эм... эм... смеясь... эм... эм... своим высокомерным смехам эм... 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 Не пойму, как это перевести, но гугл говорит, не, ну, тут дословно никак, сейчас, типа меня выворачивает, когда я вижу его ненавистное лицо, и че-то моя плоть ползет, когда я думаю о его хитрости и грозных ловушках, не знаю, у Гонгоры не было намерений возвращаться в наш бывший мир, вместо этого он... Так... Ну, короче, вместо этого он хотел стать... присвоить себе этот мир, и любого, кто сопротивлялся ему, он раздавил бы без милосердия. Ну, снап... это уже каждый в свою меру воспринимает... Я была одним из тех, кто стоял на его пути. Как только я узнала о его злом умысле, я полетела назад к моему пиратскому кораблю. Конечно... Конечно, такой монстр не может быть удовлетворен, лишь ждя меня там. Зная его, я чувствовала страшное предчувствие. Сет! Анейра! Я кричала, когда прыгнула в лодку. В следующую секунду я... Ну, короче, оказалось, что предчувствия были правильными. Я не врал, снап, что он умер. Об этом было написано на первой странице. Оба Сет и ты здесь, Анейра на палубе. Сет был ранен, но истекал кровью. И ты, когда ты узнал меня и медленно повернулся в мою сторону, у тебя был странный блеск в твоих глазах и было что-то во рту. А, не понял. Это была нога Сета? Ты вырвал его из его тела? Интересно. Ты же, человек, тебе к лошадь бешеная. Все звуки исчезли. Сет лежал в море крови, его нога оторвана, пытаясь закричаться до меня. Я не могла услышать вещь. Я могла читать... Могла читать его заполненным горем глазами, однако свое заявление, не вините Анейра, это не его вина. Я уверена, что я должна была сказать что-то. Что случилось? Или, возможно... Как это случилось? Или успокойся, Анейра. Или... Будь сильным, Сет. Но, опять же, я, возможно, просто кричал и слишком... Гремели... Что слишком? Ну, короче... Не могла членораздельно говорить. Просто кричала. В любом случае я не могла услышать свой собственный голос. Ты уставился на меня, Анейра. Твои глаза ужасно сияли. Ты больше не был тем Анейра, которого я знала. Ты... В тебя вселился какое-то совершенно другое существо. Почему, Анейра? Почему? Эээ... Ты выпрыгнул ногу Седа и опустил ее на палубу. И тогда... Да, сын. А, и тогда ты пришел за мной. Голос Седа нарушил молчание, когда он крикнул... Стоп. Кричал ли он на тебя, Анейра, или на меня, чтобы остановить... Эээ... Вся... Да, снап... Не надо было за чаем ходить. Начало все пропустил. Хех. Теперь вопросы. Эээ... Вся сцена была окутана белым светом. Эээ... Когда я пришла в себя, я лежала на палубе. Эээ... Эээ... Я медленно открыла глаза и приподнялась. Я поняла, что мой меч исчез. Эээ... У меня... Эээ... Был только... Ээ... Были только пустые ножны. Я посмотрела... Вок... Эээ... Вокруг... И там... Эээ... Ээ... Был ты, Анейра, лежа на спине. Эээ... Мой меч был погружен... Эээ... А... В грудь и стоял там... Эээ... Как... Эээ... Как могильная приташка... Или че? Или че? Не-не-не. Грейвмаркер. Не знаю. На откромный камень. Ага. Эээ... 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 Ээээ... Ээээ... Эээ... Ээээ... Ээээ... Я спросил, а с тобой всё в порядке? Не, ну, снаб, ну чё ты, это же эмоция. Если только ты был бы просто без сознания, Анейра. Если бы ты только был тяжело ранен, но жив. Если бы ты только мог начать дышать снова. Но мой меч выполнил свою работу. С ужасающим совершенством. Он пронзил грудь именно там, где это необходимо для того, чтобы отнять твою жизнь. Я уставился на твой труп непонимающе. О, Анейра, единственный выживший из гордого белокрылого клана. Скажи мне, пожалуйста, скажи, что случилось? Была ли я тем, кто убил тебя? Я чувствую, кто-то приближается сзади. Я повернулась, чтобы увидеть Гангору, который смотрел на меня без всякого выражения. Ты убила его. Согласен, снап. Какой смысл сравнить, чтобы спрашивать, что произошло? Нужно сейчас что-то решать. Что делать? Это нелогично и вообще не имеет смысла. Ты убила его. Он сказал это без эмоций. Я покачала головой. Нет. Мой голос был хрипким и дрожал. Гангора продолжал, как будто медленно нажимая своими словами на мои уши. Это ты. Ты убила его. Нет. Я бы никогда не сделала такую вещь. Трожь моего голоса распространялась на все мое тело. Думая, что я могла убить тебя, Нейра, своими руками, этого никогда не могло произойти. Это было то, во что я хотела верить. Но реальность передо мной разрушала все надежды. Гангора запрокинул голову в презрительном смехе. Не могу перевести, но короче, типа, проглашаю победу надо мной. Теперь ты видишь, Сет, что ты сделала. Убила того, кто тебе был дорог больше всего. Ты находишься на своем пути обратно в тюрьму одиночества. Он снова громко рассмеялся. И он все еще смеялся, когда он выходил на палубу этого человека, который, зная, что я никогда не могу умереть, устроил ловушку для меня, который был более жестоким, чем сама смерть. Я рухнула, где стояла. Глядя на небо, я чувствовал, что слезы текли по моему лицу кровавыми слезами. Я снова погрузилась в вечное одиночество, которое никогда не будет выпущено из него смертью. Гонгоре удалось снова блокировать мое сердце в темноте, герметизировать в моих воспоминаниях с ним. Я плакала неудержимо. Я не кричала, пока... А, я кричала, пока не разорвало горло в клочья. Если... Мое сердце, мои умы и душа... Было что-то... А, не понял. Ну, короче, в печальке она говорит, помоги мне, Анейра, помоги мне. Конец. Вот. Ну, соответственно... Продолжаю рассказ, что было в предыдущей серии. Вот она... А, так почему она этот сон-то увидела? Потому что, когда они плыли-плыли, и вдруг... Ну, когда эта битва прошла, все стало белое. Вот, как раз-таки, как в этом сне. Да, теперь я понимаю. Как в этом сне все стало белое вокруг, и все потеряли сознание. А потом пришли в себя, и, ну, как раз-таки, пока мы были без сознания, Свет увидел этот сон. Воспоминания. И, когда пришли в себя, обнаружили, что... Они приплыли к какому-то огромному строению, которое спускало эту логическую энергию. Короче, это потом, как выяснилось, это что-то типа бета-версии Грандстаффа. Грандстаффа. Вот. И... Ну, они туда пришвартовались, и решили... Ну, как бы... Да, остров. Ну, как бы, даже это не остров, это вроде как искусственная постройка. Чисто искусственная. Вот. Такая станция огромная. Ну, зашли туда, там куча каких-то механизмов, какие-то, как будто какая-то, знаешь, промышленная зона, то есть там разные краны и так далее. Ну, ты сейчас увидишь. Мы сейчас там будем бегать очень долго. Вот. Увидели, что там Гангора, но мы ему на глаза не попались. С помощью там охранников мы украли у охранников ключи карты, чтобы там разблокировать лифт и так далее. но я бегал там, наверное, час и я, если честно, не понял, что делать. Я не смог найти выход. Так что именно этим сейчас мы и займемся. Тем более, что сейв я обратно, чтобы засейвиться, я прибежал обратно на корабль, поэтому сейчас еще раз покажу, как мы там везде бежали. Это вот мы на корабле. Здесь у нас есть все магазины. А, кстати, вот этот-то вроде бы. Да, он может нам кольцо опять. Это экипаж. Экипаж корабля. С этого города Самана. Вот, он нам может собрать кольца. Я не стал тогда собирать. Что это? Эффект. Эмп Абсорб Левиладин Адимейдж Абсорб Левиладин Дамейдж Абсорб 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 в смысле ты предлагаешь собрать то кольцо которое абсорбирует магию и здоровье или что мне кажется или немножко подтормаживает где осмос плюс атака это какое я не видел там такого есть вот а все да а мне нужно бруиджер ринг осмосис из и все стоп так она же у меня было это бруиджеры на я наверное его куда-то выпилил они вот одета так а вот этот осмосис стопал ньюча а ясно ну они там немножко выучили кое-чего потому что я долго бегал они прокачались там у нас теперь есть зефира или ты это видела не помню не помню тут не видел киролл далее у нас есть флэр майн аквамайн и призма и спирит мэджик у нас шэдова рефреша еще вот поварус им минтус и этот вот композитная магия ну короче как видишь они 30 уровня ладно выходим вот это место ну она у нее было испокон веков а стоп я чатик не включил на экран ну а какой ей дрейнинг что-ли ну пусть вот это а ну вот так же мы выяснили что ну скорее всего да те вот эти рыбы с ногами и так далее да не появились из-за вот этой штуки потому что ее тестировали а там еще что-то мы выяснили типа отсюда какие-то детали хотят взять чтобы завершить гранд став как можно быстрее вот что что-то такое по каким навыкам ну ну да там узнали что-то я уж не помню ему кстати приятно какой-то другой предмет дань да а точно я же купил кучу предметов во первых оружие новое купил ну короче он у него атака 60 точнее 425 а в силу 60 hard пасса и у сет тоже новая вот новая это magic defense boost новая левел 4 spirit magic новая черно-белая четвертого в одном этом в одном скиле и еще там одета у кого-то что-то а вот guard from enemy attacks так так ей вроде бы черно-белая не нужно четвертого уровня потому что у нее да у нее пятого уровня белая слотов не хватает пятого уровня белая второго уровня композитная и третьего уровня spirit а стоп вот четвертого уровня spirit вот могу поставить как бы черного четвертого уровня но лучше думаю не надо ну в смысле это я вижу что антисил и релакс убирать это не очень хорошая идея будем ждать пока слот добавится и кстати а у меня нету случайно слот сида что-то я не помню нету нет вроде бы не надо вот и композитная магия второго уровня теперь тоже изучаются у нас так что там по скиллам еще раз так он изучает стену сет изучает тоже стену минку нас изучают аааа уже ничего не изучают а пятый уровень spirit magic давай сара изучает тоже самое а вот там направо ничего нету то есть вот там вот видно лестнице да я спускаюсь по лестнице вниз и там ездят платформы на них перепрыгнуть нельзя на противоположной стороне сундук но я то никак не могу попасть вот так что идем сюда смотри внимательно запоминай потому что я не знаю куда идти может быть тебе что-то придется голову ой я уже забыл какая-то у меня тактика была так а по моему эти в дефенд уходят а по моему эти в дефенд уходят а на ол флару делают остальные в дефенд а я вспомнил все последний не сдохнет точно он же за стеной стоит надо чуть-чуть хотя бы стену разрушить иначе это слишком gc большой и оно не пробьет последнего ничего себе ударил ну все я думаю уже пробьет да пробьет да пробьет так сет уже выучила стену и минк выучила антиблайнд так сет а это да это же предмет какой то а это да это же предмет какой то итак вот начинается основная локация где мы бегаем здесь вот есть платформа висит сюда мы не можем бежать сразу кури вниз у нас есть кнопочка мы можем эту кнопочку нажать платформа поднимается мы можем на нее встать но это ничего не дает да то есть мы не можем нажать кнопку и потом резко встать на нее и так далее да то есть с нее куда то мы перепрыгнуть тоже не можем бежим сюда ну сюда мы прям по дорожке это бегать не можем но по этой дорожке ездит платформа и на этой платформе мы можем перемещаться я всегда готова так аааа ту 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 давай по-моему я тут шедоу выкидал а стоп она не умеет а нет умеет и этим тоже в каком смысле юбка не цельная ну не цельная так у нас у кайма стоит скилл на уничтожение механических врагов а ну ясно а а а у а а а а а а а Так, ну и все, он должен физическое бить. Пусть ман восполняет стейк, и ты тоже, а у него по мне так возможности. Но у него антипечати нет. А, все, ну не, давайте вы в Defend еще маном восстановите. Сетру человек по гвард. А, стоп, еще раз. Что она выучила? Стоп, там не сет что ли было? Не понял. Что за виа пангот? Родной навык у потокера? Нет, лол, это у меня предмет такой есть. Что за бред? А, он сейчас одет у кого-то. У моего мусары что ли? Вот, вот я пангвард. Так это значит просто походу имя неправильно написалось. Ну пусть это улучит, но больше вроде особо нечего полезного. Значит у нас здесь есть, вниз мы можем пойти, но там по-моему ничего интересного нет. нет. Но все-таки чтоб ты увидел, давай. Скажу. Там же вроде брали сундучок что ли. Да, здесь просто сундук. Здесь вот я уже опустил, да, видишь, этот ящик, ну, контейнер. Так что уже про него не паримся. Здесь как раз таки я отключил вход с помощью украденной карты. И здесь лифт. Там есть вот путь еще. Так что давай начали этот этаж покажу. Вот здесь у нас есть неотключенная, но к Жене карта не подходит. То есть нам нужно именно здесь украсть ее. Ну я думаю, что от того, что мы один сундук откроем, от этого выход не найдется прямо из локации. Просто у нас украсть это Дженсона, а он сейчас пока не в команде. Я специально для этого его вызывал, когда мне нужно было открыть этот лифт. Ух! Сапа, чё у неё за скилл? А во, кастинг саппорт, надо дать минг. А, ну выставить это, выставить. Хм. Хватит? Нет. Не хватило. Да чего, даже передних не убил? Как так? Как так? А! Граду! Ха! А-а-а! А-а! я не понял его нормально а почему у передних то даже любила всегда убивала в первый раз даже если они невредимы блин у стыд ну как-то могла пропустить опыт вот здесь два пути сюда здесь мы можем перейти как раз таки с помощью этого транспортатора туда откуда мы прибежали другой опускает вот этот вот этот ящик да ну понятно что пройти туда вот это соответственно опускает поднимают эту платформу непонятно зачем вот здесь здесь что находится увидим чуть позже ну чё анаманы то себе восстановит это вообще не воплотит вот у нас шестьсот шестьдесят тратит потому что у нее стоит это улучшение именно на механических здесь у нас закрыто и как мы видим пульт с другой стороны то есть отсюда это никак не открыть это по-любому далее здесь здесь у нас выход но выход не в тот который мы входили до другой выход там ничего нет я опустил вот эту штуку но но там ничего нет здесь мы поднимаемся и видим другой вход это другой этаж но я вам покажу потом ну как бы что все по порядку показывать возвращаемся обратно сейчас забегу все таки сюда покажу там внизу вот какая-то дверь и там по моему стражник ходит но туда никак попасть не могу он там стражник вроде здесь у нас еще один спуст но всего лишь сундук так идем в лифт лифт нас поднимает наверх на тот же этаж что и по лестнице здесь я тоже открыл уже да этот вход другим ключом тоже украл и у нас значит мы можем пойти вот сюда а не внизу там опять помню да там только сундук там бесполезно так что обратно забираемся это у нас кнопка вот эта штука вроде бы опустила чтобы мы могли пройти это как раз таки тот самый вход который по лестнице здесь ну короче фишка в том что когда мы едем на этой платформе вон на ней кнопка да то она едет до упора а упором может быть либо край этой дорожки либо вот этот квадратик и в зависимости от этого мы пойдем либо на левый путь либо на правый путь но теперь покажу что тут и 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 На, пусть это маны все восстанавливают. Теперь должно порешать. Возвращаясь к нему. Возвращаясь к нему. Ну и все, ману восстановили в фаре. Ух ты! Дропы есть. 482 дропы. Но это за два часа. Странно, почему опять не порешали? Что-то магией слабее что ли стало? Пусть выучила Мэджик Дефенс Буст. Минк выучила Исара Спирит Мэджик. Ну пофиг пусть выучит Спирит Мэджик. Не, подожди, еще не все выучили. А че у него кстати экипировано? А, так, она еще не выучила Мэджик. Да. А, вот. Ну все, ей больше от него ничего не надо. Так что пусть ее Дженс она уже учит. Хоть она не будет пока что учиться, но выставить надо. Ну вот пятый уровень черной магии. И ей тоже. Что по этим я выстрел, да? А, ничь не выучила. Вот. А что здесь у нас находится? Здесь у нас находится вот такая интересная вещь. Я так понимаю, чтобы поднять ту штуку надо нажать вот эту кнопку. Вот. Но туда мы попасть не можем. То есть это оттуда мы можем попасть сюда, а не наоборот. Значит ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Он потом убегал из битв. Вот здесь у нас ещё одна, ещё один транспортер. Здесь зачем-то вот это. Ну что это даёт, вообще непонятно. Здесь ещё один транспортер. Так, эта кнопочка у нас, эта платформа двигает. Ну смысла как-то не надо. То есть, ну и что, мы можем вот сюда встать. Погоди. Стоп, да, лол. Походу всё. Вот этот кубик я не мог опустить, кажется, если я не путаю. Что ты, блин? Чё тут бегал? По-моему, это он. Так что всё, значит, проблемы нет. Просто тупил, значит, уже под конец трима. Блин, неужели я так тупилась? Что-то жесть, что-то вроде же очевидно. Ну ладно. Нажимай. Что-то так, конечно, смешно вот тут. Зачем это сделали? Вот этот вот транспортер вот этот вот на два шага, да? В чём смысл? Ну здесь можно поднять и... Ну как бы смысла опять нет. Блин, ну точно. Ну блин, шесть. То есть, если бы мой этот кубик был поднят, мы бы туда до края долезли, там лестницы и сундук. А сюда я никак не мог попасть. Лол. Блин. Ну ладно, лучше уж пройти, чем... Чем ты занимался последней час игры, я тупил, ну да. Ну вот, теперь свободный проход. Но это мы не можем, конечно же, открыть. Ясно. Дженсен, ты нам нужен. Ещё один лифт. Так, а что там откроется-то, если мы черта пройдём? А, путь кто это и... Я помню, да, которая там с другой стороны, типа, выключает игол. Ну ладно, давайте поищем ключ. Потом уже набил. Если насекомое, я убегаю. Продолжение следует... Ну так это же хорошо. Да куда насекомое эти, ну? Фли фейлит. Печалька. Я уже даже подумал, вы, может быть, изучить возможность, типа, always able to flee from battle. Печалька. Печалька. Продолжение следует... Продолжение следует... Может я всех перебил уже? Да где я? Ну... То бежишь и думаешь, что как надоели выскакивают, то нету, тогда надо. Ну, этого вряд ли я украду, наверное, что-то. М-м-м... Чего? Сан-кристал? Это не то, что я хотел. Продолжение следует... Продолжение следует... А, все, у него больше ничего нет. Я украсть пытаюсь. Так, Минк что-то там выучила. Так, выставить сет, кражу. Еще надо выставить, чтобы видеть, чем можно красить. А, вот у него, кстати, есть кто-то бежать-то. Вот. Ну, это же то, что я взял, это не то, то, что я украл. Да, это я что-то вообще левое взял. Может, посмотри, что-то такое. Не, не вижу. Что-то такое взял. Сан-кристал. 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 Я всегда готова. Кстати, а вот гейтпасс, он у всех есть, нет, но только у этих обычных. У Клаймы, кстати, маны уже 70 стало. Так они что, по твоему одноразовые что ли? Да, это не так. Не, я же вроде три открыл, или две, ну пожалуй, я почему-то думал, что это зависит от этажа. Так у него что, еще гейтпасс что-ли есть, я не понял? Ну от места, где возле двери надо красить. Я не знаю, что-ли есть, я не знаю, что-ли есть. Я не знаю, что-ли есть, я не знаю, что-ли есть. А у него очень слабая, да, будет атака, если она магия? Майн? А, файл элемент контратак. А, файл элемент контратак. А, файл элемент контратак. А, файл элемент контратак. Файл элемент. Ну, наверное, я еще старый вылечил, все. А, ну, ясно. Удачно, яд не успел воздействовать после лечения. Да, у меня три гейтпасса, ну, значит, походу, реально они просто одноразовые. Тогда я вначале побегу вон туда и открою там. А, это было на том этаже, да? Да там ерунда какая-то в сундуке лежит. Никому не нужно. Ну, странно, что они с одноразовыми пропусками бегают. Какое-то непрактичное. Night Error Risks Физикал, этот, защита. А что у него сейчас? Ну, потом. Ну, хотя... Ну, это вроде, в принципе, может пригодиться. Не такая уж бесполезная вещь. Физикал. Ну, так. На второй раз. Ну, это профиль. Ты вообще-то, что-то, что-то где-то. Ну, я стараюсь. Ну, так, неправильно. Поро. Ну, это... Но это вообще-то. Поэтому, что ты из-за чего-то! секундочку а если на лифте поехать я вот не знаю куда первее ясно сюда в последнюю очередь к какому ящику ну левая дверь да тоже непонятно куда ну это вот этот транспортер это самое начало так сюда лестница так ну можно сходить думаю наверняка там ящик еще что-то солдат ну пойдем нарвемся мне хз а вы наконец-то здесь где мой гугл буряу что это за слово а бюро я рассказал бюро закупок что мы нуждались в гонце спасибо небесам что они наконец-то нас услышали в любом случае у меня есть сообщение для парня который работает там снизу подо мной скажи ему что то нам а мы должны подтягивать подтягиваться сюда не понял как это скоро скоро должны подтянуться сюда так что пусть поторопится ну я хозяин это ну да 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 Играет музыка Если что-нибудь встанет на вашем пути То просто киньте это вниз Это просто мусор А ничего, что у меня даже форма не соответствует Ну какие-то они вообще бесполезные А, скинуть он говорил Снейк спрятался в коробке Ну да Это так логично Перелезть же это вообще нереально Да отпускаю уже Разработчики просто подумали О, неплохой вариант еще пару минут геймплея добавить Что? Сообщение от шефа? Я не могу Спешить Больше чем я уже Чем я уже Это дело Ты знаешь Хорошо Я Завершу в любом случае Загадкой? Слушай, ты Можешь передать Кое-что от меня Это Ну вот тот Другой чел Работает где-то Скажи ему Чтобы он выдвигался тоже Возвращайся наверх И возьми Другой А, другую лестницу По пути наверх Здесь ты найдешь Какой-то Найдешь лестницу Я что-то не понял Ты должен Найти Ну, суметь найти его Спустившись вниз По этой лестнице А где я там вроде спуск был? Тут нет спуска Возможно Где-то На другом выходе Зачем лист поднимать? Там Зачем Сделать Тай Найдешь Сделать Ди Найдешь Найдешь Ди 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Не, он же сказал другой Ну, смысл-то понял? Какой смысл мне этому говорить, если он сказал, что нужно еще другого предупредить тоже Чтобы он тоже торопился Ну, проверю, конечно, но что-то это вообще по логике не подходит Либо я неправильно понял текст тогда А, передано сообщение от чела снизу? Если что-то на пути бросит вниз Ты можешь сделать это, двигая лифт Да, вот сказка к загадке А, вот это Только тут терминал другого цвета, почему-то Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, пусть все будут потрачены немножко и тогда норм Ну, пусть и Дженсен тоже ульта нет А, кстати, нормально Ну, в принципе, до него не один Сара выучила каттаун Кстати, надо же мако поставить Они там еще не вырезали его полностью Так, ну... Значит, поднимаемся туда Сейчас пойдем задав левую дверь Возможно, мы там как-то выйдем к этому Челу, который нам нужен Потому что та дверь идет явно не сюда Ну, почему жестоко Просто эффективно Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, да ну, вы такие что-то не очень Нафиг Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, это потому что лень следить за тем, что, ну, заставлять какую-то конкретную в нужных ситуациях. Ясно, короче. Ясно, короче. Что такое АОЕ? Ну, я понял, что это имел ввиду, но просто не знаю, что такое АОЕ. Что-то странно, на ноль потратила. Я в порядке. Продолжение следует... 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 двойной урон вражескому джесси то что надо беру так а у него что сейчас а как раз таки на механических не зря этот мини квест выполнили возможно надо было сохраниться еще раз ну ладно гангора snap мы и мы выполнили этот квест нос ну дошли того тела отдали ему сообщение передали нам передали замен этого отдал 11 бит стон и за счет этого мы собрали хаммер кольцо кольцо молота которого двойной урона по джесси наносит и зашли внутрь а тут гангора стоит трон богов я убью за то что он убил моего сына и друга это ты убила она ира да это не и 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 Ты знаешь, что мудрости его оттуда. Ты не можешь, но убить его. Когда твоя штука пирсила его сердце, может быть, как хорошо пирсил его. Нет! Я его не убил! Ты сделал это! Не я! Не даже не дай это думать. Открывай его из твоей головы. Что с твоей штуки, лейтенант Арганон? Я не больше твоя пирсила. Мемория, которую вы вырвали, повернула. О, реально? Это было глупо. Реализовывая, что даже смерть не может сравнивать с болью, что я не могу поменять. Я мог бы лучше быть милым в последние три года, служивая как твой агент. Эти тридцать лет не были так плохими, были ли они? Я примерно сделал лучшим использованием твоих способностей. Это было штука. Ха, это тебе было. Есть причина для нас, чтобы приехать в этот мир в первом месте. Это включает тебя! Для чего это было? Ах, так что твои мемории не повернули полностью. Моя мощь была эффективна в тот момент, даже если бы это было. Эй, эй, эй! Давай, теперь! Ты знаешь, ты просто делаешь слишком много говорить, и не достаточно слушать. Знаешь? Силенция, дурак. Эй, я не закрываю. Ты не дурак. Ты не делаешь это, так что ты делаешь с моими глазами. О, кстати, о том, что вы мне дурак, что-то вы мне дурак. Ну, я использую это на кого-то. Я не знаю, что это будет проблем или нет. Я знаю. Я увидел все, что ты увидел, помнишь? Ты не дурак, дурак. Ты не дурак, дурак. О, и, перед тем, что я забыл, это это с дураком, что ты мне дурак. Я действительно хочу это вернуть в твою мать. И я не знаю. Я просто дурак, да? Ах, это что ты думаешь? Ах, вы видите это? О, мэр, взгляни на это! Видите это? Как будто это важно для меня. Та логичная девочка, все обеспечивают их другим. Что это значит? Та ново-земки, Камрады. Каин, Сет, Сара, и я. Они тратисты, каждый и каждый один из них. Тратисты? Тратисты? Тратисты! Мы пришли сюда, для нового куза. Тогда вы обусили свою immortальность для попробовать, и я, что-то, 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 если вы думаете, о том, я не дам вам все лекции! Тратисты! Ты, кто-то, кто-то, в контроле этого мира! Сев, поднимайся! Какой хоро-земки. Ты знаешь, почему я предложил тебя к Гранстаху? Чтобы наша миссия будет успешным. И что это миссия? Это не произведено к тратистам, как ты! Не тратистам! Что ты думаешь, что ты можешь сделать? Ты вернешься на память. Я думаю, не. Кук! Мак! Кук! Время отсюда! Это потому, что я умер с мамой. Я иду с мамой! Каи, Сэр, эти твои милые, иди. Я их убью, как я убил твою дочь! Только сейчас мне еще более мощный. Эта разума твои мемористи будут спешены оставився для тебя И так Сейчас я на паузу нажму Снап, давай Подытожим, о чем мы не говорили Надо же перевести Ну понятно, Сет вначале кинулся его Говорит, я тебя убью Потому что, ну, она считает То, что он убил Анейру и ее сына А он говорит то, что нет Это ты его убила, да Ну, она не верит Естественно Потом Что там было-то еще Он что-то еще сказал Я уже там не понял, я не смог перевести В общем, Снап Напиши, если можешь Почему-то он их называет Предателями, я тоже не понял Трейторс Что-то он про Сару Сказал Тоже я не успел перевести Ну, в конце Сам я понял то, что он говорит А, это типа ваши внуки Ну, я убью их так же, как Вашу дочь Только теперь я стал сильнее А вот что там еще Он говорил Там еще с Дженсеном Я как-то плохо понял Ну, типа Дженсен сказал Типа можешь Своё золото обратно Взять, да? Типа, ну Ты не очень Типа, мы потокеры И должны Править миром, да? А не Как-то вот это Ну Не болтаться туда-сюда В этом плане А насчет миссии Вот он сказал Типа У вас была миссия В Грандстав, да? А И вот там Вот эту часть Вот я не понял тоже И после этого Он сказал Типа Что Предателя Сейчас я отойду На пару минут Снап Если сможешь Пока Напиши Там По максимуму Чтоб понял Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует В общем, ладно В общем, ладно Я все равно так и не понял Почему он их предателями Называл И то Из-за того Что начали воспоминания Возвращать Что за бред Как-то Как-то Все пока Не складывается Ну ладно Продолжение следует Так Так Кстати вот Можно было На паузу В принципе Нажимать На каждой фразе Но с другой стороны кат-сцена портится так же как вы восстановили свои воспоминания вы вернулись сюда только чтоб потерять их снова он о чем это глупо сейчас так же как было 30 лет назад давай пока что в дефенд так но он один поэтому нет смысла у него массовой магии а у него нет ни массовой вроде давай скорость на кайму увеличим хотя смысл я не очень понимаю зачем здесь скорость магическую атаку увеличим на на сару а у него даже нету нормальной черной магии у него 3 уровня ну 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 по-любому я думаю очень сильный босс ладно посмотрим что у него там ааа ничего не известно ясно щиты барьера ну 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 вообще я не уверен что у него магия в принципе что подействует ну попробуем Ясно, кто-то щас будет печить каждый ход. Я не заметил, сколько у него потратилось? Поехали! Что такое магия? Я не буду уничтожен от тех, кто даже не понимает ее настоящей природы. Ладно, наверное, пусть все-таки в атаку идут, потому что иначе он очень мало тратит, а у него по-любому очень много. Придется композитную тратить из-за того, что у нее нету просто черный. Ну, она долго будет кастовать. Стоп, а у нее есть это? Кастинг тайм уменьшает. Нет, у него не ее. Ладно, пусть сделает. ХП-бар это, вообще-то, возможность, а у него, значит, оно, ну, не показывается просто. Защитился он от этого. Защитился он от этого. Кризма за один ход, но норм. Если вы убедите меня, что возьмете всю мою силу, вы забыли свою миссию. Стоп, а почему, какой смысл сидеть, я не понимаю, то есть, что... из-за того, что нет полоски жизни? Ну вот, посмотрим. Закону. 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 Как вы захотите это закончить? Вы хотите вернуться к живым человекам, или испытать смертью тех, кто вы любите? Ливи через это! Простите! Ахах! Иди сюда! Накрик! Будьте богомы, не в памяти о море с шоколадных волосов, как вы! Ты был прав. Что здесь случилось, Гонгора? А, глупые убийцы. Что-то такое. Но это королева Нумара. Вы уверены, что Нумара готовит атаку на Угра. Что сделала здесь? Я не уверен. Но, если я могу спросить, Ваше Отечество, вы приехали только чтобы их увидеть? Нет. Я пришел рассказать вам, что все необходимые компоненты были объединены. Ваше Отечество нужно передавать такие сообщения лично? Понимаете? Мои извинения. Мои люди не могли бы сделать это. Все хорошо. Я хотел это сделать. Понимаю. Ну, тогда, давайте начнем. И что от них? Оставь их. Это не важно. Но это дети. Они уничтожены в жизни вашей Материны. Мы не можем позволить таких трактов, даже от детей. Теперь, что вы королева, должны сделать сложные решения, ваша Материна. Да. Да, конечно. Что он ему наплел? Я че так не понял. Эта Материна. Да. Эта Материна. Может быть, он не может остаться. Но они не были крепкими. И нет, я не могу. Ну, они же не смогли. Эта Материна. Это может быть, южное. Эта Материна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Козе куда идти тогда? Так точно не сюда. Может тут снизу что-то произошло и теперь там можно пройти. О, я думаю, что это будет нравиться. Ну, а что, я не знал куда идти? Я имел ввиду то место откуда мы пришли. Я туда и пришел, только там путь заблокирован оказался. Играет музыка. 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 ой что это лол они че эволюционировали ясно ммм 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 это не стоп надо там еще посмотреть вряд ли наверху что то есть нам уже нужно не наверху а внизу прыгали бы в воду уже лол и доплыли бы до всего корабля ммм понятно мать все таки на том этаже надо что то искать ммм 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 мм ммм ммм Как можно смириться с потерей детей? Продолжение следует... Нет, тут тоже нету. Может там все-таки что-то было, а я не увидел, убежал с вами голову. Продолжение следует... О! Внезапно, блин. О! Что же нужно сделать, чтобы оно двигалось? Продолжение следует... Ну там я, по-моему, уже все убежал. Продолжение следует... Вопросы... Ну и вопрос, ну ты понял. Продолжение следует... Естественно, слишком серьезно. Ситуация серьезная, у нас две с половиной минуты осталось. Какие тут еще шутки могут быть? Продолжение следует... 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 Он еще по каждой пока ударит сейчас. Ооо, жесть, ну все. Ооо, отлично, за 15 секунд до конца решили убежать из боя. Надо бежать не останавливаясь, а не решать во время битвы, бежать нам или нет. Какой же сложный выбор. Все сначала. Ооо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Зачем эта долгая анимация вначале? Нежели не видно, что я спешу Ну, надо же догадались убежать Сет выстрелить, точно Сидел Так они уже А, я не поставил Ну и я везде был Так, у хрена, я везде был Я не понимаю О, да Внезапно Внезапно научился прыгать он Удивительно А до этого там в некоторых местах Можно было перепрыгнуть Но нет, он не прыгал Поставьте кто-нибудь там фейсспаун Поставьте кто-нибудь там фейсспаун Причем я как бы чувствовал, что сюда надо изначально Я же туда отткнулся Но я почему-то не проверил Можно ли прыгать, ну потому что, ну блин Я вижу, что там ящик И чего, Сет не смогла убежать Ооо, ничего себе Ну это не зря нам подсунули Ну это не зря нам подсунули По-любому А, мне подожди, чё я взял кольцо какое-то Снэйклинг Аааа От яда А, или наоборот накладывает яд И слепоту Ооо, а это хорошее Я даже кайму, наверное, поставлю лучше Ну попробуем Попробуем, как оно будет действовать Насколько часто срабатывает Почему сейчас бои так часто? Вот когда я тогда бегал Чтобы карту украсть А там бегал Чуть ли не минуту И никто не нападал Точно побег в навыках Ну да И, кстати, надо усет скилл выставить А то вдруг сейчас бой какой-то будет У неё же это Вместо стил Трэшер Виапонгвард И eng Вместо трежера анализ кварт хилл что ли? Да, пусть кварт хилл будет. ПОДПИШИСЬ! Оно! Я люблю это! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ага. Работает. На борт. Быстрее. Вход в пещеру нам открыли. Ну все. Прошли этот эпизод. Я думаю, уже вы поняли, что это означает. Все. На этом стрим заканчивается. Третий диск мы уже начнем на следующем стриме. Сам стрим будет, скорее всего, не скоро, потому что сейчас я по-прежнему занят. Это вот сейчас выдался момент постримить. Но, тем не менее, если есть вопросы, пожелания, предложения, жалобы, можно писать в чат. На этом заканчиваю. Всем пока.